Мы продолжаем отслеживать проблемы, с которыми жители разных городов и районов Коми обращаются к своим народным избранникам. Напомним, сейчас в республике проходит целая череда личных приемов, которые приурочены к 15-летию единороссов. Хоть встречи с населением и проводят на площадках партии, принимают в них участие не только партийцы, но и представители муниципальных образований, депутаты и специалисты различных ведомств. Одна из таких рабочих встреч прошла в Сысольском районе. Любовь Лапин нам передает подробности. Первое обращение по бродячим псам в деревне Горьковска, что вблизи райцентра дворняги набрасываются на прохожих. Вопрос на контроль берет первый зам руководителя администрации Андрей Батищев. Отмечает, на место отправятся специалисты подряд на организации по отлову. Тем более и средства на эти цели районным бюджетом выделяются в достаточном объеме. В год примерно на 50 особей. Денег хватает на трехдневное пребывание в питомнике в ожидании, пока хозяин не объявится. Впрочем, как выясняется, не всегда подряд на организации реагируют на звонки из отдаленных сел и деревень. Скажем так, они часто не выезжают, они не сразу реагируют по звонкам жителей. И стараются, наверное, где-то в Визинге расстановить, что сюда в Визинге будут в райцентр выезжать. Хотя у нас контракт с ними заключен, что они по территории района должны быть. По звонку с сельского поселения или по обращению граждан. Следом за помощью обращаются заведующие и логопед Визингского детского сада номер один. Он комбинированного вида. Здесь работает единственный в районе дефектолог для дешкалят. Правда, в условиях, далеких от необходимых. При норме в 21 градус тепла, при сильных морозах здесь не выше 12. Дети занимаются в логопедическом кабинете, логопедическая группа каждый день. Наши детки занимаются два раза в день. И в кабинете очень холодно, деткам некомфортно. За окном минус 27, а окно у нас покрывается и не дует со всех щелей. И окно утеплено. Окно состоит из нескольких частей, склеенных скотчем. Вот, влажность. Потом, когда приортипели, стекает сюда вода. За 40 лет тут ни разу не делали ремонт. Изрядно прохуделись не только оконные рамы, но и линолеум. Также холодно и в соседнем музыкальном зале. Впрочем, педагоги скромны в своих желаниях. Просят отремонтировать только кабинет логопеда. Специалист управления образования, по нашей просьбе, составил нам примерную смету, чтобы заменить в данном кабинете окно и напольные покрытия. Сколько там получается? Сметная стоимость? Вот, 46. Еще одна тема личного приема – призывная кампания. А именно тот самый резонанс, который возник в соседнем Сыктывдинском районе в селе Пажга. Там, в разгар учебного года, двум молодым педагогам пришли повестки в армию. При этом, сами учителя несут полную штатную нагрузку, и практически на них сейчас держатся основные дисциплины. Найти им замену – дело небыстрое и непростое. Если у нас действительно мы не хотим оголять вот эти школы, а закон о всеобщей воинской обязанности выполнять надо, то Министерство образования должно обратиться к Министерству обороны и заключить с ними договор на альтернативную военную службу. По такому пути, к примеру, ранее пошли Почта России, Минздрав и даже Республиканский театр оперы и балета. Сегодня у балетной труппы есть возможность пройти альтернативную гражданскую службу. Такая же возможность должна быть и у молодых сельских педагогов. В свою очередь, они два года будут вынуждены честно отработать в конкретном населенном пункте. Любовь Лапина, Олег Истромин, телеканал Юрген, Сысельский район.